Печорскому тренеру по боксу присвоили высшую категорию. Причина – спортивные результаты воспитанников. К присвоенной в этом году высшей категории Владимир Матвеев шел долго. Начал спортивную карьеру он еще в юношеском возрасте. Многие как-то сами собой принесли его именно в секцию бокса, а не другого вида спорта. Начиналось в Башкирии еще. Я родом с тех краев, такой город Стрельдамак. Родился в поселке небольшом Кроссольске. Когда в училище поступил учиться, параллельно с детства была мечта заняться именно боксом. И тут пришел в стадион, такой каучик, к тренеру. Ну, порядки, пределы. Ну, так, несерьезно, но два года до армии занимался, пока учился в училище. Но, в принципе, карьеру начал я. Таких результатов особых не было, конечно, до армии юношеских. После армии тогда еще молодой боксер решил получить спортивное образование. Закончил специализированный техникум. А потом судьба занесла его на север. В роли ее посланника выступил знакомый тренер Рамиль Хабиров, который пригласил Владимира Матвеева в Печору. Ну, приехала сюда в 75-м году, в апреле, как помню, 9 апреля. И все начиналось с того, что такой спортзал-геолог был раньше, легендарный был спортзал-геолог. Хабиров там тренировал уже. Ну, начал вроде бы, как бы, ну, я сам еще в то время действующий спортсмен был. Боксировал, как бы, поднимали, как называется, с колен бокс поднимали. Так получается. Ну, в принципе, первое соревнование уже за город выступало на союзном Сыктывкаре. Ну, довольно-таки успешно. Многие заметили это. Были приглашения Инта-Сыктывкар. Ну, я остался в Печоре. В 82-м году Владимир Матвеев оставил спортивную деятельность и полностью переключился на тренерскую работу. Учил детей боксу в городском дворце спорта. Тогда у него занималось более сотни человек. Среди его лучших воспитанников финалист чемпионата России Игорь Слободенюк. Многократные победители республиканских и призеры российских соревнований Валерий Ванеев, Юрий Вокуев и многие другие. Примерно два десятка высококлассных спортсменов. Сейчас Владимир Матвеев занимается с боксерами в спортивном зале комплекса «Энергетик». С оборудованием зала помогла дирекция Печорской ГРЭС. Количество его учеников с советскими временами, конечно, не сравнить. В среднем 20 человек держится стабильно. В пределах 20 учеников. Да, ну, ходит, ну, перспектива пока вот. Вот. Ну, есть ребята. Они, бывает, два-три года их не видно. И, бывает, они мгновенно как-то просыпаются. Вот дать, почти взять вот Данила Горского. Он дремал два-три года. Два года точно дремал. И вот три года назад как-то, видно, проснулся. Вот уже дважды стал победителем. Ну, я не считаю, что республиканский турнир выигрывал. В настоящее время Валерий Данил Горский готовится к первенству северо-западной зоны. Тренер рассчитывает на то, что как минимум призером его ученик точно станет.